Здравствуйте, меня зовут Мария Александровна Снякова. Я представляю независимый профсоюз «Университетская солидарность». Эта организация объединяет преподавателей и сотрудников высшей школы. Необходимость создания независимого профсоюза вызвана тем, что официальные профсоюзы, так называемые входящие в систему ФНПР, зачастую они могут или не хотят выполнять свою главную обязанность – это защиту трудовых прав сотрудников, предпочитая заниматься путевками или раздачей материальной помощи. Между тем, необходимость защиты трудовых прав сотрудников высшей школы и, более того, в защите интересов науки высшей школы возникает. И это побудило ряд наших коллег в 2013 году объявить о создании университетской солидарности. Сейчас эта организация имеет свои ячейки в разных городах нашей страны и в разных вузах. Я в течение долгого времени была активистом официального профсоюза. И у нас в Санкт-Петербургском университете, где сложилась довольно тяжелая ситуация, целый ряд профсоюзных активистов пытался бороться за защиту наших прав, пытался бороться с политикой, которую проводит нынешнее руководство СПБГУ. Но при этом мы столкнулись с сопротивлением не только со стороны руководства университета, к чему были морально готовы, по крайней мере, но и с пассивным, а иногда и активным сопротивлением руководства ФНФРовского профсоюза. Надо сказать, что причина этого конфликта, который в 2016 году выявился даже в открытую форму, привел к проведению митинга сотрудников СПБГУ и серии пикетов одиночных и не всегда одиночных. В общем-то, не очень известны широкие публики. А руководство СПБГУ пытается представить дело так, что наши преподаватели просто не хотят работать, а эффективные менеджеры-возговец господина Пропычева, бывшим деканом юридического факультета, и, к слову сказать, бывшим преподавателям Дмитрия Анатольевича Медведева, пытаются нас заставлять работать. На самом деле ситуация обстоит не совсем так. Политика, проводимая эффективными менеджерами, сначала привела к ухудшению качества преподавания, привела к тому, что целый ряд очень хороших преподавателей и сотрудников вынуждены были добровольно или не совсем добровольно покинуть университет. Это не очень волновало эффективных менеджеров, которые ориентировались в основном на чисто формальные показатели, на количество статей и место СПБГУ в рейтинге университетов мира. Однако сейчас начинает сказываться уже ухудшение ситуации университета, в том числе и в том, что уменьшается количество публикаций, и в том, что падает рейтинг университета. Об этом более подробно можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте и Фейсбуке, где выкладываются соответствующие статьи с графиками и подробными сведениями. Наше участие в борьбе против так называемой пенсионной реформы в общем части является продолжением нашей борьбы, борьбы за процветание нашей страны, если можно так выразиться. Это звучит громко, но сейчас для того, чтобы страна процветала, в ней должна быть хорошая экономика, в ней должна быть эффективная развитая наука, хорошее образование. А руководство нашей страны, так же как и руководство из ПБГУ, на словах, провозглашая патриотическую политику, говоря о процветании нашей экономики, в реальности ведет дело так, что ситуация принимает прямо противоположный оборот. В том числе ярким проявлением этого оборота становится так называемая пенсионная реформа. У меня эта реформа вызвала отторжение, в том числе и просто по-человечески, с эмоциональной точки зрения, потому что это не что иное, как грабеж, причем грабеж наиболее уязвимой части нашего населения – это людей в передпенсионном возрасте, которые много работали и которым сейчас уже трудно найти работу, потому что уже сейчас неохотно берут на работу людей старше 40 лет. Таким образом, наше государство, проводя эту реформу, уподобляется грабителю, который не будет трогать богатого человека в Мерседесе, но охотно грабит старушку в подъезде. Вот здесь такая же ситуация. Но помимо эмоциональных, есть еще и рациональные соображения. Увеличение пенсионного возраста, уменьшение пенсионных выплат приведет к тому, что увеличится давление на рынок труда, будут понижаться зарплаты. К слову сказать, это же приведет и к уменьшению доходов пенсионного фонда. Но главное, это приведет к тому, что уменьшится покупательная способность населения. Соответственно, это будет удар по отечественной экономике. Между тем, мы все сейчас можем замечать, что закрываются магазины. Многие знают, что предприятия, особенно небольшие, испытывают большие экономические трудности. То есть все эти трудности будут только усугубляться. Это вопрос не только социальный, но и вопрос экономический, вопрос процветания государства. Это тем более в какой-то степени даже смешно, потому что руководство нашей страны тоже любит позиционировать себя как эффективных менеджеров, которые ведут нашу экономику к просветанию. Однако в недавнем выступлении Владимира Владимировича Путина прозвучала такая мысль, что если мы будем покрывать дефицит пенсионного фонда из доходов бюджета, то мы будем проедать эти доходы и рано или поздно их проедим. То есть создается впечатление, что глава государства не ожидает увеличения доходов госбюджета, что противоречит тезису об эффективности нашей экономики. Таким образом получается, что мы приходим к выводу, эффективные менеджеры, управляющие нашей страной, в действительности управляют ею неэффективно. Нужно, чтобы в компанию включалось как можно больше народа. Нас часто пытаются убеждать в том, что начальство сделает, что захочет, что бороться бесполезно, однако у нас есть положительные опыты, есть опыт борьбы против маниматизации льгот в 2005 году, есть опыт защиты Исаакиевского собора в 2017. Более того, и недавнее выступление Путина, и заметное оживление политической жизни, попытка провести пенсионную реформу как можно быстрее. Все это указывает на то, что даже выступления, имевшие быть летом, не остались незамеченные, что с нами считаются, нас боятся, и если мы будем наставить, я считаю, что у нас есть шанс победить. Университетская солидарность как член штаба по противодействию повышению пенсионного возраста поддерживает идею проведения митинга 16 сентября 2018 года и призывает всех принять в нем участие. Продолжение следует...